Всех приветствую на веб-семинаре в центре специалистов. Мы проводим вместе веб-семинар, на котором расскажем о средстве анализа журналов среди windows, который называется лог-парсер. Что такое лог-парсер? Лог-парсер это инструмент такой. Инструментов для анализов логов или журналов достаточно много. Они разные, мы их изучаем на курсах по расследованию инцидентов. Если словарь откроете, лог введете, лог это регистрировать, бревно тоже лог, журнал тоже лог. Мы в русском языке логи так привыкли говорить, говорим логи-логи, на самом деле правильно говорить журналы, ну и так и так можно сказать. В общем, по отдельному инструменту проведем семинар, потому что все инструменты по анализу логов как инструменты, а один из них лог-парсер. Мы расскажем, в чем именно особенность этого инструмента и даже покажем и даже попробуем что-то с этим лог-парсером сделать. Зачем мы это делаем? Лог-парсер, понятно, зачем. Журналы анализировать. А зачем мы семинар проводим? Семинар вот по какой причине проводим. Во-первых, специалист хочет прославиться, он достаточно много семинаров таких проводит. Я отдельно провожу семинары, Федор отдельно проводит семинары, другие преподаватели тоже проводят семинары. Мол, мы вам что-то расскажем и скажем, вот смотрите, как у нас хорошо учим студентов, приходите учиться на полноценные курсы, прям пять дней без перерыва будем вас учить. С другой стороны, мы проводим курс по расследованию хакерских инцидентов. Компьютер, хакер, форенсик, инвестигейтор, можно сдавать экзамен, получить такой статус и мы курс проводим. На этом курсе изучается много инструментов, как анализировать журналы, как расследовать инциденты. Вот случился инцидент, надо расследовать. Кто похакал, через какую уязвимость, как. И есть тема, давайте журналы почитаем. И говорим, есть такой инструмент, такой инструмент, такой инструмент, такой инструмент. На этом курсе тоже упоминается еще есть логпарсер. Пара-полтора часа. За эту пару надо рассказать и про логпарсер, и про принципы, и про другие инструменты. Их так много, 6 DVD с утилитами. А логпарсер хотелось бы отдельно поговорить, прям часов, вот его детально изучить. Вот чтобы на курсе на это время не тратить, это вопрос выносится в отдельный веб-семинар. Чтобы вы лучше подготовились к курсу. А если прошли этот курс, хотите дополнительно еще на логпарсер посмотреть, вот для этого такой семинар мы проводим. Какая будет у нас программа семинара? Посмотрим на журналы, в чем проблема, зачем нужен логпарсер, я вам расскажу. А потом посмотрим с помощью логпарсера, как можно анализировать различные журналы. На примере журналов веб-сервера, стандартных журналов Windows и даже замахнемся на файловую систему. В этом нам Федор Самородов поможет какие-то запросы написать. И посмотрим, что за инструмент такой. Начнем, как мы любим, с самого начала. Когда мы курсы читаем, мы стараемся не так читать, что вот смотрите, вот учебник, вот так написано, так правильно. Давайте учить, что написано в учебнике. Мы отталкиваемся от реальности. Говорим, вот компьютер, он работает, что мы от него хотим. Логично мы потом приходим к тому же, что написано в учебнике, но приходим нам своей логикой. Вот в чем логика? Логика в том, что вот у меня есть сервер, я на нем курс читаю. Вот сейчас идет курс, тактическая периметровая защита. Вот я весь день проводил курс, кто-то даже здесь остался, студент, говорит, послушаем семинарчик. И теперь у меня есть здесь операционная система. Я могу узнать, какая версия. О, 2012 R2 сервер. У меня здесь установлен веб-сервер. У меня есть файловая система и у меня Windows сервер, он тут есть. Давай-ка я посмотрю на свой веб-сервер. На свой веб-сервер я могу по-разному посмотреть. Могу просто открыть браузер и в браузере зайти к себе на компьютер. Мой компьютер teacher называется. Я могу к себе прийти. Вот у меня есть веб-сервер. Тут многие сайты. Вот есть сайт с машинками, сайт ресторана, они все учебные. Вот один сайт, второй, третий. Даже вот здесь вот можно зайти. MovieScope. Он тоже у меня есть. Вот я www.movscope написал, все равно к себе подключился. Давай логин, пароль вводи. Есть несколько сайтов, десяток на моем сервере. Мне, естественно, интересно, какие запросы на мой веб-сервер присылают. Может быть, меня тут атаковать кто-то хочет взломать мой веб-сервер. Для этого мой веб-сервер ведет журналы. Они лежат в известном мне месте, совершенно не секретном. Я могу зайти в и нет.PUB, где лежат логи. Какой бы ни был веб-сервер, всегда есть логи. Просто где-то они лежат то в одном месте, то в другом. И вот он все записывает. Видите, давай разбирайся, кто к тебе приходил, что спрашивал, какие запросы слали. Вот у меня проблема. Вроде бы у меня есть информация, но видите, как в глазах рябит. Вот. Непонятно. Если я хочу из этого что-то выделить, я должен как-то постараться. А как постараться? Ну, например, пойду бескомпромиссным путем линуксоида. В линуксе есть терминал. У меня тоже есть терминал. Я возьму этот журнальчик. В отдельную папку lab я его вынес. У меня есть файлы с журналами. И даже тут несколько. Один примерный файл, второй. Вот UX2, я его сюда скопировал, переименовал. Могу командой cut или type его посмотреть. UX2.log, покажи мне. Он мне, видите, все показывал, ничего не понятно. Ну, и я что могу тут говорить? Дай-ка я что-то, как делают линуксоиды, отгрепаю. Ну, здесь нет грепа, есть find, хотя и греп могу поставить. И скажу, найди мне, что я там хочу. А хотеть я могу увидеть, например, вот всякие вот 200 ответы. Они мне не интересны. Мне интересен ответ 404. Вот есть в этом журнале такие записи, чтобы клиент пришел и сказал мне, дай мне картинку. А я бы сказал, нет у меня такой картинки. Я бы тогда начал думать, а почему клиент пришел, попросил картинку, а я сказал, что нет. Я сам ему что-ли пообещал картинку, он хотел ее посмотреть, а я прообещался, нет картинки. Вот мне интересно. Есть тут такое? О, видите, такое есть. Но это, если я просто журнал читаю, вот тут сколько, в глазах рябит. Здесь информации поменьше, хотя тоже рябовато. Есть еще возможность прочитать это не в простом блокноте, а в блокноте Notepad++. Я здесь открыл, он мне вот так делает. Я даже могу здесь сказать, на каком это языке. Это, допустим, на языке XML. Он делает свою подсветку. Это на языке Fartran. Он делает свою подсветку. Вот я могу сказать, это на языке журналов ИИС. Вот видите, тут нет такого. Но я могу это сделать, и на курсе по расследованию инцидентов я это делаю. И он мне красивую подсветку показывает. Он будет не так подсвечивать, не так. Он, например, гетом, не красненьким будет писать. Зелененький мой IP-адрес будет выделять. К примеру. Вот такое средство есть. Но здесь, смотрите, во-первых, я должен уметь писать вот эту подсветку для блокнота. Раз. Если не блокнот, а если я хочу вот так вот как-то файндами что-то находить, мне надо учить синтаксис файнда, грепа, авка, что там в линуксе есть. Если я еще какой-то инструмент установлю, скачаю, я должен понять, как с ним работать. Проблема. Но ничего, научимся. Но это еще не все. На моем сервере есть не только ИИС, веб-сервер или Apache, что вы там поставите. У меня еще стандартные события происходят. А они какие? А я вот такие. Event Viewer откроем. Умеете, да, журнал событий открывать в Windows? Он говорит, смотри, что я записываю. Вот тысяча событий всего в журнале приложений. То есть приложение тебе тысячу раз что-то сказала. В области безопасности он сколько событий. И система нафлудила аж полторы тысячи событий. Ну, допустим, меня безопасность интересует. Я открываю. Здесь вот у меня идентификаторы событий. Кто зашел, кто пришел. Кто-то хотел зайти, его не пустили. Знаете, да? А в журнале системы что-то запустилось, что-то не запустилось. Вот служба активации процессов что-то мне сообщила. А в журнале приложений, приложение. Вот я запустился, я запустился, у меня предупреждение, еще что-то. Ошибка вообще у кого-то. Здесь я тоже могу из всего многообразия выделить то, что мне особенно интересно. Но не Ctrl F, не подсветка, еще а фильтром. Ну, смотрите, как выглядит фильтр. Отфильтруй текущий журнал. Поставь галочки, которые тебе нужны, и отфильтруешь. Я поставлю, что мне интересны только ошибки и предупреждения. Опять-таки могу выбрать источник. Вот если вдруг вот это или это мне рассказало. Категория, ключевые слова, еще что-то могу сделать. И он мне взял это, отфильтровал. Я могу задаться целью изучить эту систему фильтрации. Захожу в фильтр Current Log. XML выясняется, что то, что я сделал, на самом деле на языке XML я описал такие данные. Я иду на курсы XML, изучаю, что такое XML, пишу здесь вот такой фильтр. Но чувствуете разницу, да? Здесь я должен учить XML, здесь я должен учить всякие файнды, грепы, авки. А в блокноте я должен еще свой особенный синтексис учить. Понятно, да? А еще я хочу на файловую систему посмотреть. Что у меня на диске занимает больше всего места. Как это сделать? Ну вот есть DIR, с ключиком S, могу его запустить. Он говорит, смотри, вот все файлы, которые есть. Я говорю, подожди, я не успеваю. Вот ты мне все покажи и найди такой файл, чтобы в нем было слово там вирус. Ну, к примеру. Он смотрит, говорит, нет ни одного файла, чтобы там вирус было нет. Или я могу сказать, найди такой файл, чтобы вот здесь вот был такой размер. Опять я должен писать файнды или еще там что-то. Другой инструмент возьмем, он говорит, все вам сделаю, но там собственное представление о том, как искать. Я говорю, давай XML-фильтр тебе дам. Он говорит, нет, XML не понимаю. Давай я тебе вот тут файнды, грепы напишу. Нет, не надо, не хочу. Давай я тебе из Notepad++ достану, как я там два часа писал подсветку. Нет, это тоже не понимаю. Давай мой синтексис. И мне хотелось бы иметь одно такое средство управления, даже не утилиту, а методологию хотелось бы иметь, чтобы она была одна на все, чтобы один раз научился писать какой-нибудь вот такой код, пусть меня учат этому неделю, две, три, но чтобы он был универсальный, чтобы если я умею писать XML, чтобы я мог достать это отовсюду, чтобы если меня научили какому-нибудь файл, дубрепу, чтобы я мог этим ходить универсально и очень хорошо, любые запросы мог составить, любые данные мог получить. Вот есть такая система или нет? Она есть, но о ней нам расскажет сейчас Федор Самородов. Я ему передам управление, и он поделится вам своими знаниями о том, что это за система и как с ней управляться. Вот мы и подошли к теме нашего семинара. Ну, логпарсер, такой анализатор, который представляет и файловую систему, и журналы Windows, и журналы веб-сервера, и даже дампа снифера сетевого в виде табличек, как будто бы они сделаны в базе данных. Нет, реально, они по-прежнему имеют свой формат. Но вот эту вот трансляцию логпарсер выполняет. И плюс к этому, логпарсер майкрософтовский, бесплатный, совершенно спокойно можно его скачать. Вот откроем браузер, зайдем в любой поисковик, и только напишем логпарсер. Первая же ссылка, сайт майкрософт, идите скачайте, ну, скачивать файлы из интернета учить вас не буду. Вот я его уже заранее скачал, вот логпарсер у меня скачан. Ну, вряд ли нужно кого-то учить тому, чтобы два раза кликнуть, нажать next, next, next. Вы совершенно спокойно можете сделать то же самое. Вот виртуальную машину ставлю для тестирования, можно и на хостовую поставить. На хостовую он у меня стоит, как появилось, next, next, next. Давайте кастом нажму, чтобы увидеть, что он устанавливает. Он устанавливает себя, документацию, примерчики. О, хорошо, примерчики посмотрим. И нужные файлы. Далее, далее, далее. Все готово. У меня установлен анализатор журналов. И теперь я могу анализировать все журналы, которые только можно. Мне надо только в командной строке написать логпарсер. Вопрос. У него нет графического интерфейса. Да, нету. Но наш семинар – это только первая часть. Вот будет вторая часть, и там мы посмотрим графический интерфейс для логпарсера. Это не логпарсер, это дополнительная студия, но к нему можно прикрутить графический интерфейс. А сейчас только утилитка каламандной строки, логпарсер пишем, и все. Или не все. Не совсем так. Вот если я сейчас логпарсер напишу, может быть он скажет, ничего не знаю, не узнаю, что у тебя есть логпарсер. Как же так? Я только что его установил. Я next, next, next нажимал. Ну, нажимал-то нажимал. Есть-то он есть, но я не знаю, где он лежит. Здесь такая переменная path. И вы можете посмотреть, где система ищет то, что прямо здесь не находится. Вот я в текущем каталоге имею только какие-то папки, логпарсер здесь не лежит. Он сюда побежал, сюда побежал, сюда побежал, нигде нет логпарсера. Поэтому он говорит, логпарсер не знаю. Поэтому, если вы любую утилитку поставите, не обязательно логпарсер. Вы должны либо cdcd вручную пойти, куда она установилась, и там ее запустить. Либо можно сделать такой вот хитрый ход. Вот логпарсер вот сюда установился, вот он здесь, его экзешка. Я могу вот так вот скопировать его адрес. И в свойствах системы, помимо всего прочего, есть расширенные настройки. А в расширенных настройках, помимо всего прочего, есть переменные окружения. Я могу найти эту переменную path, с командной строки тоже можно сделать с графического интерфейса, и сюда добавить путь к этому логпарсеру. И теперь, если я так сделаю, то что у меня изменится? Открываем снова командную строку. Здесь напишем path, увидим, что вот логпарсер тоже появился. Мы пишем логпарсер, и вот теперь он у нас установлен. Давайте только пишите, что вы тут хотите. Я на хостовой машине сижу. Я логпарсер себе уже установил. Я сейчас здесь логпарсер напишу. Он говорит, вы можете меня натравить на различные форматы. Вот, можете меня натравить на формат файла, только скажите какой. Это может быть логи ИИС, которые я сейчас смотрел в этой рецепте. Но ИИС может вести журналы в разных форматах. НЦСА есть, другой ИИС, ИИС, ОДБС. Он говорит, я это все понимаю. Вот вы вот в таком формате мне показали лог. Другой формат есть? Давайте, я тоже понимаю. А еще поддерживает формат сетевого монитора, реестр, просто текстовые файлы, линия за линией. EWT – это журналы Windows. Вот если они есть, давайте. Файловая система тоже ее разбирает. Ну и если я, допустим, хочу скормить ему файл веб-сервера, тогда я должен посмотреть параметры для этого ИИС, ВВВ, Цель. Я могу еще больше справку посмотреть прям тут, не отходя от кассы. Напишу лог парсер, напишу и тип файла журналы ИИС, например, мне интересны. ИИС, В, 3, Цель. И скажу, H, help, по этому делу покажи. И лог парсер говорит, я думаю, что формат ИИС, В, 3, Цель содержит вот такие вот поля в таблице, которую я вам покажу, как будто бы она в базе данных. Она не в базе данных. Все равно показываю вот так. Я могу сравнить поля для этого вот лога, который есть, и то, что думает о себе лог парсер. Вот если я открою в блокноте, в начале тут идут поля. Дата, время, SIP, CS метод, то есть с какого IP, во сколько, какой URL запросили, что было в результате. Вот видите, так они называются в логах. А так они называются в таблице, которую увидел лог парсер. Ну, это имейте в виду. Когда будете писать ко мне запросы, пишите ваши селекты, что вы там будете писать, опираясь на эти поля. Вам надо понимать, что когда лог парсер вот это вот странслировал, он вот эти вот поля будет иметь. Я говорю, отлично. Теперь, допустим, я что-то хочу найти. Если я что-то хочу найти, то мне нужно две вещи. Указать файл, который анализировать. Он может сказать, не указывайте файл, я сам знаю, где лежат логи веб-сервера. Вы только мне укажите, какой он. Вот у вас три сайта. Первый, второй, третий. Какой? Посмотреть. И там уже вот этот вот статус вы искали, да, для примера 404. Вот SC статус, его спросите, я его вам покажу. Видите, SC статус. Ну, это сервер, когда отвечает, статус будет такой. Я знаю, что надо писать селекты. Селект звездочка или селект еще что-то из этого. Я, если хочу узнать, какой URL вызвал этот статус, могу сказать, вот, SC, URI, QUERY, CS, EVEN, ACTIV PROC. Что-то могу здесь спросить. И он тогда скажет, давай мне селект, давай мне формат и давай мне откуда что смотреть. Я, если так сделаю, вот тут примеры вот есть, да, если ты хочешь, вот Extract Extensions может написать. Я найду запросы, на которые сервер ответил 404 и покажу тебе URL. Давай-ка проверим. Возьму вот так вот, напишу в строчке Select. Вот, Select, звездочка, не звездочка, а вот это, из первого сайта, где статус такой-то. И скажу Enter. Он полез в журнал, оттуда вытащил ответ и говорит, 404 сказал в ответ вот на эти вот запросы. Я говорю, ага, фавиконки у меня нету, фавиконки у меня нету, а его хотели сюда доступ получить. А еще кто-то пришел, сказал C со знаком доллара, давай сюда. Мой веб-сервер сказал, C со знаком доллара, не дам, не покажу. Он говорит, тогда хотя бы сетап давай. Мой сервер сказал, нет, не дам. Он говорит, ну ладно. Потом еще сказал на сайте GoodShopping, какой-то слайд 1, имидж, JPEG, пришел, а я ему говорю, 404. Нет такой картинки. Почему? Сейчас разберусь. А это что? Какой-то стрелочки не нашел. А это еще он думал, что будет трансфера SPX, трансфера SPX нету. А здесь вот вообще exploit, exploit мне присылали, я сказал, его тоже нету. А это сказали, а бэкдор есть у тебя? Бэкдор тоже нету. Здесь я могу вот таким образом уже что-то вытащить, уже нагляднее. Select, вот этот, можно вынести в отдельный файл и сказать, селекты будут разные. Сейчас спрошу у Федора, как пишутся селекты. Он мне скажет, это я тебе простые селекты показал, на самом деле селекты бывают большие. Вот чтобы в глазах не рябило, селекты в отдельный файл можно выделить. И лог-пансеру можно сказать, выбирай не отсюда, вот отсюда, а из конкретного файла, который я тебе скажу. Например, вот так вот. Select from, не вот этот вот реальный, а you x1 log, x2 log, вот у меня старый x1, новый x2. Вот так могу сделать. Он говорит, вот, если из этого файла, из другого файла, то тогда результат такой. Если мы из моего файла x2, ну, результат такой же, какой был. Ну, там запросов поменьше, да, результатов поменьше. Можно вообще сделать отдельный скрипт. Сделать отдельный скрипт, назвать ему SQL. И тогда здесь у него есть такой параметр у лог-парсера, называется файл. И вы можете сказать, вот эти вот параметры сразу писать не хочу. Хочу тебе скормить файл. Ты из этого файла возьми селект. И после этого, по этому файлу начни работать. Чтобы мне вот эти вот селекты вообще не писать. То есть я могу вот здесь вот показать файл. И весь этот селект в отдельный файл могу сделать. Я, кстати, так и сделал. Вот если в блокноте откроем файл s404.sql, то вот этот вот селект я могу вот так вот вытащить. Более того, я могу параметры передавать. Параметр f из какого файла взять. И статус. Какой статус я хочу смотреть. 404, 405 или еще что-то. А здесь в комментарии сразу напишу. Если вы хотите этот файл использовать, пишите файл двоеточие. И вот из этого журнала пишите, какой статус хотите. Ну, у меня если второй файл, вот он свеженький, да, x1, допустим, у меня от старого инцидента. Я могу вот так вот написать. Ну, и тот же самый результат иметь. Здесь появляется гибкость. 404 посмотрели. А 403 было? О, 403 не было. А 401 было? 401 не было. А 304 было? 304 не было. А 200 было? О, 200 было сколько угодно раз. Таким образом, мне достаточно играться параметрами в вызове логпарсера. В логпарсеру говорю, служебный параметр, его лучше писать. Потом файл отсюда возьми вот эту строчку, она возьмется вот это. Файл могу здесь написать, могу параметром передать. И какой именно статус, могу 404 написать, могу его вот так вот передавать через плюсик. Совсем удобно, да? Можно и наоборот составить запрос и сказать, а на какие запросы сервер ответил не 200 и не 304. Тогда у меня будет выглядеть запрос по-другому. Выбирай запросы и статус заодно тоже покажи. Из вот этого вот файла, который я анализирую, можно единичку опять-таки поставить, где статус не 404. Вот так вот, например. Ну, что будет, если так? Так, вставляю, запускаю, и он говорит, я из этого файла, вот, S404, тот, который до этого был, а это S404 Note, да, наоборот. Хочу вот этот вот SELECT вытащить и статус давай мне покажи. Он говорит, вот что было. Было 301, было 200, 400, 4 точно не было. А чтобы не было 404 и не было 200, есть такое? Он говорит, да, такое было. Вот 301 у тебя еще был. А есть такое, чтобы не 404, не 200 и не 301? Он говорит, ну, такого уже нет. Видите, да, как я могу смотреть. Вот это все мне не нужно. Без 200, без 301, вот 404 остается. Так тоже можно писать запросы. А еще могу написать такой SELECT, который покажет мне, какую активность проявлял определенный IP-адрес. Вот если я хоть один IP-адрес знаю, скажу вот type ulog2, ux2.log, он все-все-все мне показывает. Меня интересует, допустим, какой-то IP, который я вот хоть как-то увидел и определил, что он ко мне ходил. Вот, например, 10, 5, 6, 11. Я вижу, что он хоть раз мне тут профигурировал. Мне теперь он интересен. Я могу сказать в блокноте IP SQL скриптик напишу и говорю, выбери мне такое и скажи, что это URL, чтобы статус был как результат того, что он выполнил. И IP пусть будет равен таким вот, такому значению. И если я этот SELECT лог парсеру скормлю и скажу IP-адрес 10, 5, 6, 53, а я заподобил 10, 5, 6, 11 теперь. Если я теперь такое напишу, он мне говорит, ну такой вот у меня здесь в этом файле x1 вообще не профигурировал ни разу. О, отлично, этот лог, он не попал. А вот есть второй лог. А этот сайт. О, здесь он кучу запросов сделал. И это спрашивал, и это спрашивал. Его я могу вот так вот отследить, какую активность он проявил. Могу сказать, какую активность проявлял определенный IP, когда получал определенный статус. Вот здесь я могу вспомнить курс по SQL. Что вот я приходил на курс, и мне Федор говорил, давайте я вас научу писать запросы. Ну давай, научи. Я вас научу писать простому запросу. Вот у нас база данных с книжками. Давайте найдем и все книжки, которые есть в базе данных. Мы все радостно писали. Select, звездочка, From Books. Он говорит, а у каждой книжки есть автор, а потом мы ими торгуем. Есть продавец, есть покупатель. Вот давай найдем такую книжку, у которой автор такой-то. И мы писали Select, звездочка, где автор такой-то. Он говорит, а теперь давай найдем такую книжку, у которой автор такой-то, и чтобы она продавалась туда-то. И мы все более, 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 более сложные Select писали. И вот, например, я здесь применяю это. Какую активность проявлял определенный IP-адрес, когда получал определенный статус? Я скажу, вот написал IP Status.SQL. Он говорит, вот тебе вот такой Select. Найди, скажи это URL, статус такой-то, где IP такой-то и статус такой-то. Я говорю, вот меня интересует такой-то вот IP, и чтобы статус был 404 и 403. Отфильтруй мне вот таким вот образом. Он говорит, хорошо, 404 или 403 он получил, когда вот таким вот образом сюда-то стукнулся. А если меня интересует 200, пишу статус 200 и получаю такую выборку. Вот видите, какая мощь логпарсера. Но, смотрите, 200 он много раз. И один и тот же запрос он может делать много раз. И вот сколько я не делал запросов, вот здесь, вот видите, это два раза получилось. И вот до этого тоже вот один и тот же запрос все равно под мою фильтрацию попадает. Даже если я вот скажу, вот самые первые примеры, когда логпарсер только начинал смотреть, говорил, вот посмотри из этого файла. Он мне тоже говорил, что вот статус 404 был здесь, здесь, здесь. Здесь хорошо, у меня небольшая выборка, а если она большая, то все равно. Я не могу четко сказать, сколько запросов сделал этот IP-адрес на определенный URL. И как бы я ни писал селекты, используя веры, используя фром, никак не могу посчитать количество запросов, которые этот пользователь сделал. А мне интересно, кто у нас самый активный хакер, кто больше всего такой запрос сделал. Или еще какое-то количество, мне будет интересно. Например, сколько было ошибок, или сколько было запросов, или сколько было IP-адресов на определенный URL. Какой URL самый популярный. Здесь уже, как я не буду менять в эры и селект, у нас никак не получится. Но рядом у нас есть мастер по сиквелу, который наверняка нас научит, как справиться с этой проблемой и как считать, сколько чего было в журнале. Передам микрофон Федору, и, может быть, он нас из этой сложной ситуации выведет, подскажет, как писать селекты именно такого рода. Такой, оказывается, замечательный есть инструмент LogParser. Во-первых, он действительно умеет любой журнал представлять в виде таблички, и, во-вторых, умеет применять в этой табличке запрос, сформулированный на языке SQL, и даже имеет массу дополнительных преимуществ, типа вынести SQL-запрос в отдельный файлик, промокранизовать его, и даже немножко упростить синтекс, сделать его более приятным для инженера. Давайте посмотрим, что можно со всем этим богатством теперь сделать. Итак, журнал наш уже представлен теперь в виде таблички, прямоугольной формы, естественно, а табличка, как понятно, состоит из колонок и из строк. И, как вы собираетесь работать с этой табличкой на языке SQL, все начинается с очень простого универсального запроса. Это звездочка, форм, табличка, в которой лежат ваши данные. Язык SQL продуман очень удобно. Он, во-первых, хорошо коррелирует с английской грамматикой, то есть можно даже понимать происходящее, не владея всеми тонкостями. А, во-вторых, он, с другой стороны, хорошо структурирован. То есть он называется SQL, Structured Query Language, структурированных запросов. В языке в SQL-запросе всегда есть несколько секций, и каждая операция, которую вы выполняете, находится в своей определенной секции. Секция from в нашем запросе должна быть обязательно, потому что в ней мы указываем табличку, с которой будем работать. У нас же много журналов, много табличек в базе данных, много источников информации. Надо указать, что мы собираемся анализировать. Дальше. Наверняка мы не захотим читать весь журнал от начала до конца. Мы, наверное, захотим в первую очередь в нем что-то найти. Табличка наша состоит из колонок и строк, и работа с ними ведется принципиально по-разному. Для работы с колонками назначена секция Select. В секции Select вы можете указать, какие колоночки вам интересны. С колонками работать очень просто, потому что в любой таблице каждая колонка имеет порядковый номер и даже название. Например, интересует дата, но из времени. Дата, когда происходили события. А также, кто это сделал. Колонка под названием пользователь. И объект, над которым он проделывал некое действие. Ресурс. Звездочка заменяет собой перечисление всех-всех колонок вашей таблицы. Если они все вам не нужны, нужны только некоторые, вы их просто перечисляете через запятую секции Select. Секция Select нужна для того, чтобы работать с колонками. Вот так. И вы можете здесь, во-первых, абстрагироваться от ненужных вам сейчас колонок. То, что видеть не хотите, просто не указывайте. И, во-вторых, как Сергей показывал, можно не только колонки выбирать, можно еще их переименовывать. Например, чтобы колонка ресурс называлась, скажем, не ресурс, а файл. Вот так. Все это делается в секции Select. Сержант, другое дело – работа со строками. Со строками работать посложнее, потому что у строк нету названий. И вы не можете показать пальцем на строку и сказать, что вот эта и эта строка мне нужна, а остальные не показывают. Для работы со строками придумана отдельная секция. Эта секция называется V. Каждая секция, во-вторых, в запросе имеет свое место, и секция V обязательно пишется после цифром. В ней вы работаете со строками в том смысле, что описываете, чем отличаются нужные вам строки от ненужных. Ну, применительно к журналу это можно сформулировать так. Чем отличаются интересные для вас события в Италии от неинтересных. Чем отличаются интересные нам события? Ну, например, меня интересуют действия какого-то пользователя. Что делал пользователь, скажем, Евгений Онегин. Вот самый простой фильтр в языке SQL, который позволяет вам сразу лишние строки отбросить. Условия может быть несколько. Во-первых, вы можете, как показывал Сергей, не только одного пользователя, а нескольких пользователей смотреть. Не только один файл, а несколько файлов, не только один код-ответа, а сразу несколько. В языке SQL вы можете написать это, например, вот так вот. А также вы можете в секции В фильтровать сразу по нескольким колоночкам. Не только пользователю, но и по дате, но и по файлу, но и по какому-то коду. Причем не обязательно выводить одни и те же колонки, по которым вы фильтруете. Можно выводить одни колонки, а фильтровать совершенно по-другим. Например, меня интересует код, скажем, 199. Вот так. Этот код я не вывожу в секции Select, его нету, но по нему могу фильтровать. Итак, секции Select – это колонки, которые нам интересны. Секция В, самая важная, наверное, это строки, которые нам интересны. И секция From, ну, ее сложно забыть, потому что мы указываем журнал, файл, таблицу, откуда черпаем данные. Вот эти операции самые простые. Они всего лишь навсего из нашей таблички или из нашего журнала вырезают какой-то кусок. Но по-прежнему мы можем сказать, что после применения этих операций мы все равно смотрим на список событий в журнале. То есть мы видим по-прежнему список обращений пользователей к каким-то ресурсам. Просто этот список стал покороче, попонятнее. Но в нем по-прежнему каждая строка – это одно событие, одно обращение к ресурсу. Если этих событий, этих обращений много разных получилось, и дальше контролировать мы уже не можем, надо как-то переходить к обобщению. Надо каким-то образом переключиться от анализа отдельных событий к какой-то общей статистике описательной. Например, давайте озадачимся вопросом, как эти события посчитать. Это же тоже важно. Например, к какому файлу обращались чаще, к какому реже, к какой пользователю чаще заходил, а к какой реже. И какие чаще всего возникали у нас ошибки. То есть я не хочу уже видеть отдельно список событий, я хочу эти события посчитать. Для этого нам понадобится уже более сложная операция, которая выполняется в SQL-запросе после всех фильтров. После того, как мы уже выбрали нужные нам события, после того, как мы уже указали, какой нам нужен пользователь, код и все остальное. После всех вот этих операций мы можем наши получившиеся строки посчитать. Для этого в секции Select мы должны вызвать специальную функцию. Таких функций несколько, но самая популярная, самая важная в жизни аналитика функция – это, конечно, функция Count. Она считает количество строк. Вот так. Вот столько строк получилось у нас после наложения всех вот этих фильтров. Если эту функцию применять просто как все таблицы, она просто посчитает все строки. Обычно, когда мы посчитали количество событий в журнале, мы хотим результат этого анализа как-то детализировать. Посчитать количество таких событий, сетих событий, посчитать количество событий отдельно для каждого пользователя. В общем, сделать какую-то детализацию. Здесь полезно рассуждать следующим образом. Давайте я снова напишу самый-самый такой простой вариант запроса, который просто считает все события в журнале. Все события безо всяких фильтров, безо всего. Всего в моей табличке 44 строки. Но в этой табличке эти 44 события были сгенерированы разными пользователями. И я хочу посчитать отдельно для каждого пользователя, сколько он сделал обращений к ресурсам. Когда вы хотите вот эту вот сумму, вот это число строк, число событий разложить на слагаемое, вам понадобится более сложная операция, которая группировка, и для нее придумана отдельная секция. В вашем запросе появляется секция, в которой вы указываете средства или критерий, по которым вы будете проводить анализ. Например, хочу вот это вот количество проанализировать по разным пользователям. После этого число 44 у меня распадается на слагаемое, и каждая циферка соответствует количеству обращений от одного пользователя. Какого именно сейчас мы это увидим. Вот так я вижу, сколько раз каждый из пользователей посмотрел на ресурс. Если вы хотите проанализировать вращение к ресурсам в разрезе чего-то другого, то сделайте группировку по этому чему-то другому. Например, по коду. Вот, пожалуйста, результат анализа по коду. Или давайте посмотрим, к каким файлам чаще всего обращались наши пользователи. Вот так это делается в классическом языке SQL. Давайте теперь попробуем, попросим Сергея показать, как это работает в утилите LogParse. Хорошо. Хорошо и понятно. А что понятно? Понятно в том, что это все очень интересно. Но если я хочу это применить на практике, вот мне Федор рассказал, там есть каунт звездочка, ты ее используй. Если я теперь скажу, а теперь на практике. Вот реально у меня есть какой-то журнал, и я реально здесь хочу посчитать количество ошибок, которые были. Как мне этот каунт сюда написать? Для этого нужно написать select, и там должен фигурировать каунт. Вот что сейчас каждый понял из того, что Федор объяснил. И если я вот этот вот select напишу, то выглядеть он будет так. Вот посмотрите на этот select, сколько было ошибок. И себя оцените. Вот вы сможете вот так вот сходу написать или не сможете? Федор сможет. Знаете почему? Потому что у него большая практика. А вы, может быть, не сможете. Почему? Вам же объяснили, что каунт есть, select есть. Потому что вам, может быть, не хватает практики. Вот здесь в практику нужно иметь, чтобы такое описать сходу. И вот для этого есть и курсы. Вот есть курсы по SQL. Их много. Самый главный курс, на мой взгляд, я сам проходил, это курс, где будут рассмотрены запросы транзакта SQL. Остальные курсы тоже хорошо. Но транзакта SQL – самый важный курс. Почему? Потому что вы не только узнаете, что там есть select аккаунт, а будете решать много практических задач. Например, Федор скажет, вот давайте теперь напишем такой запрос, который скажет, сколько раз Евгений Онегин и Ленский играли в шахматы. А теперь посчитаем, сколько раз шахматы играли Ленский и Ольга. И Татьяна Ларина тоже. А теперь давайте такой запрос сделаем, чтобы они играли и выиграла Татьяна. А теперь давайте найдем такого персонажа, который пешкою ладью берет в рассеянье свою. И при этом партию проигрывает. Вот, конечно, если вы 10 таких селектов написали, то такой запрос напишите. Я вот его написал и говорю, выбери мне такие урлы. И SC статус, SC под статус, логпарсер так не понимает, приходится его строками обрезать. Скажи, что это код и если статус от 4 до 4.24, сгруппируй и посчитай общее количество. Давайте попробуем. Возьму первый журнал, напишу здесь. И вот увижу, что да, 404.0 было 3 раза, 401.2 было 3 раза и по разику было 404.0. Вот я узнал, сколько всего было ошибок, причем с нужным мне уровнем детализации. Вот есть второй журнал. Тут как дела? Вот тут тоже, пусть немного, но ситуация такая есть, у меня число посчитано. Этого 10 раз, а этого всего по разу спрашивали. Сейчас могу потестировать, еще раз сделать запрос, здесь будет двоечка. Вот мы выяснили, что логпарсер, используя селекты, может доставать информацию из журналов. Ну, вот сравним вот какой-нибудь вот такой вывод и вот такой вывод, который был у нас изначально, когда мы пытались этот журнал анализировать. Как вот из этого вытащить такую красоту, которая у нас до этого вот тут была. Для этого нужны селекты, а чтобы писать селекты, нужно знать о сквере. Но двинемся дальше. Дальше у нас может быть другой журнал, вообще в другом формате, никакого текста. А вместо этого вообще какой-нибудь binary XML, там журнал событий. Вот журнал Windows. Я могу его как читать? Я могу его читать, как я уже читал, Event Viewer. Открываю, вот у меня журнал Security. Я вижу, кто-то мне сюда приходил, кто-то вот здесь логинился. Кто в журнале Security в принципе профигурировал? Вот администратор точно профигурировал. Но на моем компьютере есть несколько пользователей. Вот студент 1, есть студент 2, студент 3, админ. Кто в принципе там был? Я могу совершенно спокойно использовать для этого логпарсер. Для этого мне нужно писать правильный селект. Я пишу такой селект u.sql и говорю, найди мне из таблицы Security время найди, дату найди и вытащи, я знаю, там должны быть такие вот поля, строки, извлеки токен из журнала Security. И вот это вот покажи. И тогда из своего журнала он мне выберет вот эти вот поля. И селект не простой, точнее не сложный, довольно простой селект. Но вот эта вот логика логпарсера, которая транслирует журнал безопасности в таблицу, ее нужно изучить. А как ее изучить? Написать логпарсер, написать и EWT, журнал событий, и написать help. Он говорит, ну вот здесь вот читаете, изучаете, что я чем называю, время, категория, time generated, что это такое, как оно разделяется. Зато потом, когда я это изучу и селект соответствующий напишу, и этот файл who подсовываю логпарсеру, он говорит, ну вот смотри, кто профигурировал у тебя в журнале. Администратор, и еще вот такие сиды были. Как, а студенты что, неужели студентов не было? Ну, не знаю, студенты не ходили. А, вот ходили-ходили, студент один, студент два, тоже профигурировали чуть-чуть. Я говорю, а, ну хорошо, пусть один раз, но в журнале безопасности они профигурировали, потому что там они были. А вот какой-то еще пользователь, может быть я его, ну знаю, там сид, еще что-то. Он не профигурировал. Вот таким селектом я все запросы сделал. Опять-таки никаких каунтов нету, посчитать не могу. Но я могу этот селект усиливать тем, что, например, хочу сказать, кто хотел зайти к нам на сервер, а не получилось. Он хотел, а не получилось. И заодно, какой у него IP. А в таком случае я должен писать селект по-другому. Если так, говорю, выбери мне время, о, время события и извлеки токен из строки, я знаю, но на пятом месте там присутствует. Даже если логпарсер не знает, я посмотрел, как там выглядит журнал, и скажи, что вот этот пользователь на девятнадцатом месте должен быть IP. Скажи это IP. И если событие 46.25, значит у него зайти не получилось. Это вот можно знать, если изучить детально структуру журнала и увидеть, что вот ID такое, детали, что каждое событие представляет. И даже если логпарсер что-то именно не знает, например, GUID, вы знаете, что GUID все равно есть и стоит на каком-то пятнадцатом месте. Вы тогда его можете указывать, даже если у него нет собственного идентификатора в логпарсере. Для этого экстракт токен, разделитель, строка, на каком он месте. Вот видите, target user seed. Если его нету, оно все равно есть. Тип логон, оно все равно есть. Ну, попробуем вот так вот. Скопируем, ставим. И он говорит, вот эти люди, админ, 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 хотели зайти на сервер, а пароль не знали. Да, действительно, я сменил пароль, никому не сказал, студенты подключались, думали, дай-ка я зайду как админ. Зачем как админ? Заходите как администратор. Нет, мы хотим как админ. У вас же как администратор получается. У тебя администратор не настоящий. Мы хотим как админ зайти. Ну, заходи как админ. Какой пароль? А пароль не знают. Кто хотел? Вот эти вот. Почему? Потому что аудит отказов. Вот они приходили. Не получилось. Почему я это узнал? И мне не надо было писать здесь такой вот фильтр на языке XML. Потому что я написал запрос на языке транзакта SQL, знал, что меня интересующие события имеют такое-такое значение, и если его нету в логпарсере, я знаю, что они могут извлекаться командой extract token из строк, которые есть в журнале. И вот таким образом извлек с помощью логпарсера транзакта SQL эти данные. А теперь, допустим, я хочу узнать, а сколько было логинов на сервере в час? Или я хочу сказать, сколько было отказов во входе на сервер в час? Или кто как часто логинится на сервер? Или кто залогинился, но не разлогинился? У кого с каким файлом не получилось что-нибудь сделать? В таком случае я упираюсь, во-первых, в знании того, как должны располагаться вот эти вот поля, которые мне интересны. Во-вторых, мне нужно уметь писать такой select, который эти поля вытащит правильно. Сейчас я передам управление Федору с вопросом, что может быть он мне подскажет, как мне посчитать, сколько было логинов на сервере в определенный час, исходя из того, что я имею там журнал безопасности, Windows, например. Пусть он в своей базе данных мне скажет, вот есть у тебя Евгений Олегин, вот он у тебя куда-то логинился или какую-то папку он читал, что равнозначно. Как мне посчитать, сколько раз он это делал в час? То есть одного каунт, звездочка, я понимаю, здесь будет маловато, здесь надо будет что-нибудь еще. Что спросим у мастера? Это самый мастер на связи. Давайте попробуем. Когда вы пишете запрос на языке SQL, я всегда советую вам приближаться к результату постепенно, не стараться сразу написать в уме весь запрос. Это же может быть очень сложно, может быть у вас там много всех критериев, фильтров, параметров. Лучше постепенно приближаться к результату и периодически проверять то, что у вас получилось. Я, например, когда пишу запросы, я всегда начинаю с самого простого. Select, from и название адрицы, ну или журнала. Опускаю и смотрю, что получилось. Ну, так, по крайней мере, я могу убедиться, что да, действительно, я попал в тот самый журнал, который хотел, и результаты соответствуют примерно ожиданию. Также обратите внимание на одну особенность языка SQL. Каждая секция в запросе, она имеет не только фиксированный порядок написания, но еще и фиксированный порядок исполнения. Когда сервер или какая-то утилита исполняет ваш запрос, она первым делом выполняет то, что у вас написано в секции from, в которую вы показываете, в какой таблице обращаться. С этим разобрались. Вот тот самый журнал. Во вторую очередь, после того, как мы нужную журнал, нужную таблицу нашли, интерпретатор смотрит, если у вас в запросе секция where, то есть не хотите ли вы отбросить лишние строки. И это полезно знать, потому что вы можете рассуждать таким же образом, чтобы ваши рассуждения были похожи на то, как ваш запрос будет исполняться. Так меньше шансов, что вы допустите ошибки, и, скорее всего, вы быстрее умеете сформулировать то, что вам нужно. Итак, когда вы нашли нужный вам журнал, во вторую очередь, подумайте, какие события вам интересны, и начинайте писать в секцию where, в которой оставьте только те события, которые вам нужны. Ну, например, нужен нам только один конкретный пользователь. Сколько раз он именно вогинился в час, нам интересно, а про остальных пользователей вообще неинтересно. Допустим, это был Онегин. Вот это вторая операция, которая выполняется в языке Square. Следующая операция после того, как вы произвели фильтрацию, следующая операция – это самый сложный переход от детальных событий к какой-то обобщенной статистике. То есть переход от отдельных строчек к их количеству и прочей писательной статистики. В самом простом случае вы можете в секции Select просто написать, что вы хотите посчитать. Но, скорее всего, для анализа этого будет достаточно, поэтому, наверное, нужно эту сумму будет разложить по отдельным критериям. Ну, например, по часам. Если вы хотите видеть, сколько было каких-то там событий каждый час, каждый день, каждый месяц, то вам как раз нужно перейти от отдельных событий к месяцам или к часам или к дням. И вот этот вот переход мы делаем при помощи секции Group Buy в нашем запросе. Что вы в ней напишете, вот список того вы получите. Если вы хотите анализировать поведение по часам, поведение самого Онегина по часам, то пишите здесь часы. У нас есть в таблице дата. Дата – это целый день. И, наверное, это слишком низкая точность для нашего анализа. Я вижу, сколько раз Онегин обращался к файлам в день. Этого недостаточно. Если вы хотите анализировать дальше, то продолжайте в секции Group Buy уточнять, что вас интересует каждый день, а внутри дня вас интересуют еще часы. Часов отдельной колонки с часами у нас в таблице нет. У нас есть колонка «Время», но в языке SQL есть ряд функций. И, как мы сейчас видели из демонстрации Сергея, в блок-парсере тоже есть большое количество поливных функций, при помощи которых вы можете из вашей колонки извлечь то, что нужно, нужный компонент. Например, в языке SQL есть функция час. Ну, я вижу, что все события, которые сгенерировал здесь Евгений Онегин, они все происходили в один и тот же час. Давайте посмотрим по минутам. Ага. Вот уже интересно. Я вижу, что в какую-то минуту пользователь Онегин одно обращение сделал, а в другую минуту аж четыре. И таким образом вы можете в секции «Груба» и дальше через запятую уточнять, какая степень детализации вам нужна. Хотите ли вы очень подробно построить отчет, тогда через запятую перечисляйте больше критерий. Хотите ли вы, наоборот, получить такую свертку, строгироваться деталью, тогда в секции «Груба» поменьше, еще тем более крупные критерии для анализа. Вот так. Давайте попробуем теперь посмотреть, как это можно применить. Вот парс. Передаю микрофон Сергею. Значит, смотрите. С одной стороны у меня вот есть командная строка. С другой стороны у меня есть журналы. Меня научили, что надо использовать «Селекта», надо использовать «Каунт звездочка», надо использовать «Груббай». И если я хочу узнать, сколько было отказов во входе или логинов на сервере в час, мне нужно написать скрипт, где это все объединить. Если я хочу время делать, Федор говорит, есть у меня там функция в сиквеле «Часть времени отсечь». В «Логпарсере» тут все то же самое. Единственное, что вот видите, как хорошо дату и время показывает. Дату, время. Если я хочу это вытащить из файла, я должен использовать «TimeGenerated» поле, потому что реально «TimeGenerated» оно хранится, и «Логпарсер» не понимает. Давайте еще раз, скажем «Логпарсер», скажем «ИЕВТ» и скажем «Покажи, как ты видишь журналы». Он говорит, я вот это вот «TimeGenerated» имею. Значит, из этого «TimeGenerated» ты должен выделить дату и должен выделить время. Для этого есть в «Селекте» «Тодейт» функция и «Тутайм», чтобы отдельно было дата, отдельно время. Это совершенно несложно найти в справке, «Экстракт токен», тут все есть. Смотрите, какой получается у нас скрипт. «V.Login.sql». Даже вот вопрос в чате, а как, если я напишу «С», могу потом использовать или нет. Как вы видите, я так и поступаю. Я говорю, выбирай дату, назови это датой, назови «Quantize», в хорошем количестве представь, время из этого «TimeGenerated» на 300, на 300, на 600 дели, чтобы часы были, назови это часом. И потом найди такое событие, которое тебе скажет администратор, 528, и отсортируй по дате и часу, и часу, и времени в общем. Как вы видите, я здесь назвал столбец датой, этот столбец назвал часом, и здесь дальше могу его использовать. Как видите, все должно сработать. Ну, проверю, работает или нет. Копирую, вставляю. И здесь еще один момент. Если я какой-нибудь сервер, там, 2008 R2, или 2003 R2, или еще какой-то, там будут свои события. У меня 2012 R2, там, Event ID, другие события. 528 нету, но зато есть 4624, 4634. Понятно, да? Я должен это правильное событие здесь и написать. Ну-ка, кто у нас как часто логинился? Событие 4624, судя по логам, да? И вот этот вот select, который мы написали по тому, как нам Федор только что рассказал. Где, групп, buy, все как по конспекту. Он говорит, ну вот смотрите, логинились тебе в час, потом в 8, потом в 9, разлогинились. Если 4634, то вот так они выходили. И вот 9, 10, 11, 12, никого не было, зато в 14 получилось. А как насчет того, чтобы он хотел, но не получилось? Ну, мы уже видели в аудите отказов, это событие имеет номер 4625. Это можно справочники посмотреть, это можно еще там как-то увидеть. Да, вот аудит отказов, видите, 4625. Значит, 4625, это фейлы, не получилось. 4625, когда была атака, и серьезная она была или нет? Да не, не серьезная. 1, 2, 4, 5, видите, то есть они грутили, чтобы в час у тебя там была куча событий. Просто кто-то пытался ввести пароль, аж 5 раз вводил, не получилось. В то же время, но 14-го, два раза. И вот, в 5 часов тоже вот хотели, не получилось. А 13-го тоже, я вижу, когда это было. В 9, в час, в 5, я это вытащил из вот этого вот многообразия, вот этим селектом отсортировал. Ну, а теперь хочу, допустим, узнать, кто разлагинился, но не разлагинился. Знаете, посмотрим на скриптик. Не так называется. Давайте придумаем пример, у кого с каким файлом не получилось что-то сделать. Возможно, у меня не было такого, чтобы кто-то хотел что-то делать с файлом, и у него не получилось. Может быть. В таком случае скажет, нет, успокойся, никто не хотел атаковать файл, чтобы у него не было разрешений. Но я могу, по крайней мере, проверить. Вдруг было. Для этого такой, говорю, извлеки токен, на 8 месте будет пользователь. Извлеки токен, на 2 будет файл, который он пытался искать. код события 560, ну, раньше был, сейчас другой, и будет написано, не получился вести аудит. Конечно, чтобы был результат такого запроса, вы должны не только правильно event ID указать, но еще должны и аудит включить. Если аудит не включен, здесь, как ни ищи, такого события не будет в принципе, ничего не найдется. Но если вы включили аудит и такое событие есть, так же, как он 4625 ловит, так же он и 560 найдет. Вот видите, здесь хорошо, с файлами ничего не случалось. Ну, если я напишу 4625, сохраню, снова запущен, снова ничего не нашлось. Почему? 4625 это событие входа, а ты хочешь событие, когда он к файлу полез. Поэтому здесь полпозитива у меня нет. Я вижу, что здесь я нахожусь на стыке трех дорог. Во-первых, надо правильно писать селекты. Во-вторых, надо знать поля, которые есть в этом binary XML, которые можно через XML фильтровать, но я пытаюсь смотреть данные, как будто бы это не XML, как будто бы это традиционная база данных. А третий путь это файловая система. Файловая система, она тоже имеет свои свойства. Может быть, это возможно только если файловая система определенного типа, NTFS. Если там FAT, такого уже не будет. Другая файловая система тоже не будет. И таким образом мы плавно переходим к тому, что оказывается лог-парсер в виде таблицы может представить не только текстовый файл, не только вот этот binary XML, он всю файловую систему может представить в виде таблицы, и там селектом с ним можно работать, как будто бы у нас не файлы иерархически расположены, а файлы расположены как будто бы в таблице. Действительно это так. Вот если я спрошу лог-парсера какие ты форматы вообще понимаешь, он говорит, я много-много форматов понимаю, файловую систему понимаю тоже. Как ты себе представляешь файловую систему? Он говорит, я файловую систему вот так вижу, что как будто бы это такая одна большая таблица десятой иерархии, но в каждой строке есть путь, атрибуты, время записи, ну и свойства файла это одна строчка. А как же ты не путаешься, у меня тут миллионы файлов будут, особенно десятка, там же куча файлов. Я не путаюсь, я как SQL, SQL хоть миллиарды будут строк, я все равно максимально быстро буду с ними работать. Давайте какой-нибудь select сюда применим. Скажем, нас интересует размер, нас интересует имя, и вытащи это из файловой системы, а файловую систему, прям вот видите, c, звездочка, или файлы журналов, я знаю, они лежат у меня в c, и нет пубы, чтобы там вот здесь, что у меня в иисе, там самое большое. и отсортируй мне, пожалуйста, по размеру, самые большие, потом маленькие, видите, да? Ну-ка, давай-ка проверим вот этот пример, который логпарсер предлагает. Скажу, отметь мне вот этот вот примерчик, прям тут же, не отходя от кассы, и тут же сюда вставлю, единственное, я только подменяю, что скажу, делаешь так, давай тогда вот так с тобой будем, тебя выделим, и вот так вот теперь вставим. Единственное, только Select Top 10 звездочка, ну, зачем все? У меня маленькое окошко, я хочу увидеть только имя и размер, потому что ты мне сейчас покаришь и дату создания, имя компании, описание файла, у меня в глазах зарябить точно, не хочу. Вот только имя, размер покажи аккуратненько. И совсем низко цене надо, мне, допустим, интересуют файлы, которые в ИИСе, это EnetPub. Я демонстрирую знание файловой системы, что в EnetPub вот по такой маске лежат нужные мне файлы. И по размеру, пожалуйста, сортируй, и сортируй, пожалуйста, по убыванию. А минус и файловая система, что типа файл тебе не дам, со всем диском работать. Ну, если так напишу, что скажешь? Он говорит, вот, пожалуйста, самый большой файл MovieScope бак, вот его размер, тут он есть. По какому пути он лежит? Добавляем имя и путь, пафф, и говорим, да, что-то мы погорячились, надо имя, размер и путь еще указать, чтобы мы знали, где этот файл. Он говорит, как скажешь, путь тоже буду говорить. Вот, видите, оказывается MovieScope, бэкап, бэкап базы данных, здесь он лежит, и аж вот сколько циферок занимает, аж целых 11 мегабайт. Чем вот эти маленькие файлики удалять, чтобы место освободить, я могу пойти, где мне сказали www.root, вот, сайты, сайты, вот, самый большой, здесь у нас MovieScope база данных, и вот он, самый большой. Вот, видите, действительно, я нашел. Конечно, я могу в интернет сказать, ну-ка, где утилитка, поиск самых больших файлов. Мне скажут, вот, есть утилитка, все красиво тебе сделает, столько-то стоит, или, может быть, open source, но, опять-таки, свой формат. А я добился того, что нашел в нужном мне каталоге, там, самые большие, или определенного типа файла, или все, что угодно, как он это здесь представляет, используя стандартный select. Ну, естественно, я снова могу говорить, давайте всю мощь SQL применять, и найдем такой файл, который с таким-то атрибутом, чего-то там, и при этом, и потом еще давай делать корреляцию. Это, опять, мы упремся в то, что нам потребуется превосходное знание транзакта SQL, но самого главного мы уже достигли. Мы достигли понимания, что этим select можно не только на курсе ходить в учебные базы данных и искать книжки, искать еще что-то, что мы select можем ходить в любые журналы, даже в файловую систему, и оттуда прям тут же в командной строке, а может быть во второй части увидим в графическом интерфейсе, доставать любые данные. И нам не нужно изучать массу синтаксисов, дополнительно XML, логические регулярные выражения, еще что-то. Если мы знаем транзакту SQL, есть логпарсер, который нам все представит в виде базы данных, мы это все увидим. Теперь мы прошлись по программе семинара, увидели, что есть много журналов, увидели, что их неплохо анализировать, но есть проблемы, увидели, что есть логпарсер, который вам предлагает прекрасное решение сделать универсальный подход к тому, чтобы с помощью транзакта SQL находить нужные данные, любые, и в журналах веб-сервера, и в журналах Windows, в журналах файловой системы. И напоследок, как всегда, вопросы. Если есть какие-то вопросы по логпарсеру, по веб-серверу, философские вопросы, сейчас есть время их задать. Кстати, я обещал сразу ответить на вопрос. Вот тут спросили, какие у вас есть курсы по администрированию веб-сервера. Я сказал, подожди, потом отвечу, пришло время ответить. Дело в том, что специалисты очень много курсов. Наш семинар, он вроде как рекламирует два направления курсов. рекламирует курсы по SQL, курсы по безопасности. А если вы хотите учиться администрированию сервера, ну вот смотрите, я захожу курсы, и если хотим администрировать сервер, вот прямо здесь написано администрирование серверов. Нельзя научиться администрированию серверов за один курс. Поэтому курсов много. И вот если вы хотите выбрать свою программу, может быть самостоятельно на сайте посмотрите программу курса, вот Exchange сервер, есть целый трек серверов по администрированию какого-то определенного сервера, или вы хотите в целом учиться администрированию Windows сервера, ну тогда есть курсы Microsoft, сюда заходите, программы курсов изучаете. Также если вы на сайт заходите, вам тут же говорят, мы тут менеджеры, мы постоянно дежурим, напишите нам сообщение, отправьте сообщение, только спросите. Мы вам все покажем, мы вам все расскажем, у нас такие специалисты, которые все курсы вообще знают. Вы скажите, что вы хотите, мы вам прекрасный курс подберем. И вот если курсы сертификации Microsoft, сюда заходим, можем отталкиваться от курсов, можем отталкиваться от сертификации и говорим, хотим быть специалистом по SQL, по серверной инфраструктуре, по инфраструктуре веб-приложений. Чтобы сдать экзамен, надо пройти курс. Соответственно, видим, что есть соответствующие курсы, и вы смотрите дальше программу. Нужно ли мне учиться проектировать серверную инфраструктуру? Проектировать не нужно, я буду внедрять. Значит, вот курс по реализации он мой. Можно сказать, я даже на курс не пойду, я просто хочу знать, а что значит уметь внедрять инфраструктуру? Вот вам программа, вы должны уметь планировать и внедрять виртуализацию, сетевую инфраструктуру, то есть IP, DHCP, разрешение имен, виртуальные машины. Администрировать ее должны, используя System Center или еще какой-то продукт. Вы посмотрели, говорите, о, это знаю, это знаю, это знаю, могу на курс не ходить. Либо вы говорите, я вообще, что такое ADFS не знаю, что такое сертификаты не знаю, это бы тоже повторить, а хочу быть экспертом. Вот тогда вам на этот курс идти нужно. Но к чему наш семинар, он не совсем к администрированию серверов, а к тому, что когда вы хотите что-то внедрить, потом вы хотите это обслуживать. мониторить. Вот просмотр журналов это курс администрирования серверов, это поддержка, обслуживание. Но есть и второе направление расследование инцидентов. Я боюсь, что на моем компьютере побывал злоумышленник или не злоумышленник, но интересный мне человек. И он чуть-чуть здесь похакал. Что значит похакал? зашел в фейсбук, вконтакте, одноклассники, вот скайп у него тут есть, он тут поговорил или еще что-то. И теперь я думаю, вот этичный хакинг это вот такой курс, который хакерские техники изучают. Но есть и другой курс. Расследование хакерских инцидентов. Вот расследование хакерских инцидентов вроде бы направлено на то, что вот был на компьютере человек или на сервере он был или еще где-то. Что он там делал? Давайте найдем улики, давайте расследуем, что делал этот человек. Здесь этот курс посвящен тому, что есть самые-самые разные способы расследования инцидентов. В основном технические. Да, расследование инцидентов имеет организационный момент, юридический, но здесь мы технический аспект прежде всего рассматриваем. Как из памяти вытащить что-то, как жестких дисков что-то собирать. Здесь можно говорить, так какой же это хакинг? Это вот я пришел домой, зашел на ноутбук, ну-ка мои дети какие инциденты совершали, сейчас расследую, какие фильмы смотрели, какую музыку читали, во сколько где были, сказали сидели на сайте математика.ру. А я зашел, посмотрел журналы, говорю, да где же, в два часа ты зашел на сайт мультики.ру, потом в журналах написано, ты запустил игрушку варкафт и сидел, игрался все это время, вот я расследовал инцидент. То есть тут и так, и так можно эти знания применять, но как это выглядит технически, организационно, и органически мы на курсе изучаем, и вот чтобы поддержать этот курс по расследованию хакингских инцидентов, мы целую часть сидели, говорили, много разных инструментов есть, как логи изучать, вот логпарсер есть, он вам в это тоже поможет. А еще у нас есть курсы по SQL, их много разных, много разных серверов, много разных курсов, но о этих курсах наверное вам лучше Федор расскажет, я ему передам управление, сам с вами прощаюсь, еще раз спасибо, что к нам подключились, что пришли к нам, что может быть кто-то будет смотреть семинар в записи, и успехов в применении полученных знаний, Сергей Кливогин, как и Федор Самородов, не такое уж популярное имя, находите меня в интернете, в фейсбуке, в контакте, добавляйте в друзья, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задать. Я с вами прощаюсь, до свидания, спасибо, и теперь передаю слово Федору Самородову. Спасибо, Сергей, за интересную демонстрацию, а я еще на одну минутку задержу ваше внимание, не отключайтесь, я вам покажу совершенно уникальный, необычный, имеющий никаких аналогов в мире курс по исколь запросам. Это вот ровно то, что нужно для того, чтобы максимально эффективно использовать лоб парсер. Дело в том, что язык SQL это на самом деле не один язык, а два. Есть язык SQL для разработчиков, для программистов, а есть язык SQL для аналитиков. И эти два подмножества, они очень, ну, они пересекаются, но не очень сильно. Разработчики, программисты, они используют совершенно другие функции и возможности к SQL, нежели аналитики. И большинство курсов по SQL и в нашем учебном центре и других рассчитаны в основном на разработчиков, на то, что вы будете эти знания применять для программирования, какие-то там базы данных проектировать, писать приложения, работающие с базами данных. Но редко задачивается подготовкой курсов по SQL именно на разрезе анализа данных. Специалисты у нас такой курс есть, он так и называется «Анализ данных в языке SQL». И в нем нет абсолютно ничего лишнего. В нем мы изучаем исключительно применение языка SQL для анализа чего-либо, для анализа журналов или вообще чего угодно. И все время, пока мы на этом курсе будем заниматься, мы будем только анализировать, 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 спрограммировать ничего мы вообще не будем. Зато аналитику разберем просто очень-очень подробно. И после этого курса для вас совершенно не будет никакой проблемы с лог-парсером или с какой-то другой утилитой, принимающей язык SQL, идти к анализу в том числе больших объемов данных, в том числе к сложному анализу. Пожалуйста, обратите внимание на этот курс. Он у нас на сайте имеет код SQL и называется «Анализ данных в языке SQL». Ведете в поиски и сразу же на него попадете. Курс занимает всего три дня или шесть вечеров, если заниматься в вечернем режиме. Совсем немного потребует от вас времени, за то, сколько всего полезного и интересного мы изучим. Ну что ж, друзья, если у вас остались вопросы, я вижу, в чате до сих пор вопросов не появилось, пусть они появятся дальше, пишите на эту почту и добавляйте на сайте в друзья. Я вас благодарю за внимание, прощаюсь с вами, спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры